Здравствуйте! Меня зовут Александр Воробьев, я эксперт компании Акара. Хочу познакомить вас с удочками для зимнего блеснения окуня на небольшие приманки. То есть если приманка больше 15 грамм, вам, наверное, потребуется выбрать уже другую модель, но все то, что легче, прекрасно подойдет именно для вот этих удочек. Начнем с удочки, которая оснащена катушкой. Сразу отмечу, что к достоинцам этой удочки относится вот эта пробковая рукоятка. За нее очень удобно держать удочку, она надежно фиксируется в руке. Также это экономит вес. Катушка, естественно, максимально облегченная. Диаметр подобран так, чтобы удобно было ловить и не можно было бросать ее на лед, на снег, от нее ничего не отваливается. И в то же время довольно оперативно менять длину спуска лески. Фиксируется она вот такой вот шайбочкой на резьбе. То есть мы ее чуть-чуть откручиваем и катушка имеет свободный ход. Вот. Закручиваем и уже можно как бы подсекать и вытаскивать рыбу. Я обычно подбираю зажим таким образом, чтобы можно было протягивать с усилием леску, но в то же время при подсечке она не срабатывала. Это удобно тем, что если у вас вдруг клюнет крупная рыба, то или будет зацеп, то все равно катушка прокрутится и приманку вы не оторвете, по крайней мере сразу. Хлыстик удочки угольный. Сделано это тоже ради экономии веса. Вот. Оснащен миниатюрными пропускными колечками из проволоки. И вот это финишное колечко, которое выполняет роль тюльпана, акцентировано яркой краской, что позволит легче определить поклевку, если вы привыкли смотреть на кончик лыстика. Ну, поклевка на такую легкую снасть прекрасно чувствуется и в руку, поэтому эта опция уже дополнительная для желающих, скажем так. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть в деле. На такой глубине достаточно делать два вот таких метровых спуска. И вот оно дно. Блесна, которую я сейчас ловлю, весит в районе двух с половиной грамм. И даже на такой легкой блесне прекрасно видно, как отыгрывает хлыстик при ее падении. Если есть необходимость сменить лунку, то уже не трогай эту гайку замерзшими руками там. То есть запросто смотать леску и перейти на другую лунку. Так, ну, удочку с катушкой мы уже рассмотрели. Теперь рассмотрим удочку с мотовилом. Таким типом удочки тоже многие ловят рыбу и видят в этом свои плюсы. Понятно, что эта удочка отличается от катушечной тем, что здесь она оснащена мотовилом, который выполняет роль ручки. Сделана сама ручка довольно удобно, чтобы ее можно было как бы надежно фиксировать в руке. Вот. При этом рука не мерзла на морозе. То есть я ловлю этими удочками без перчаток. Вот. Пальцы все вместе находятся, поэтому это получается даже теплее. Большое мотовило используется, если нам нужно быстро выбрать запас лески, либо наоборот стравить. Вот. Если же есть необходимость для точной настройки глубины, то мы пользуемся маленьким мотовилом вот этим. Оно позволяет настроить глубину очень точно, вплоть до сантиметров. Ну, если в этом есть определенная необходимость. Хлыстик удочки выполнен из высокомодульного графита. На морозе этот материал не ломается. То есть можно эту удочку бросать на лед после подсечки. Есть у него еще одна особенность. Он телескопический. И это очень большой плюс. То есть в собранном положении удочка становится короче. На 15 сантиметров. Также хлыстик оборудован тремя пропускными кольцами. Кольца сделаны из тонкой нержавеющей проволоки. Леска об нее совершенно не портится. Ну и финишное колечко, которое выполняет роль тюльпана, точно так же акцентировано яркой краской. Если у нас есть необходимость перейти с одной лунки на другую, здесь возможно два варианта. Мы можем намотать леску таким образом, используя вот это вот большое мотовило, что при определенном навыке не составляет никакого труда, как вы видите. А можно это сделать по-другому. Можно намотать леску вот таким образом. Это по времени займет практически столько же, но у такой намотки есть определенный плюс. Когда вы приходите на следующую лунку, вам не надо разматывать смотовило, достаточно просто кинуть блесну в лунку, попало. И происходит самосброс лески. И все, и можно ловить. Посмотрим, как эта удочка работает на практике. И попытаемся заодно что-нибудь поймать. Сегодня мы рассмотрели две удочки, которые принципиально отличаются катушкой и мотовилом. На обе эти удочки можно прекрасно ловить рыбу. Ну, какое будете ловить лично вы, решать именно вам.